Как известно, 9 августа на военном аэродроме Саки возле села Новофедоровка раздались мощные взрывы. Известно, что россияне потеряли по меньшей мере 9 самолетов. При этом около 100 человек погибло, как военные, так и сотрудники. Эти события свидетельствуют о том, что будет происходить война по деоккупации Крыма. Об этом в одном из интервью рассказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. Крымский мост множество раз становился предметом обсуждения в СМИ. А вот об аэродроме Саки речь не шла. Оказалось, что это два объекта достаточно символичны для Украины. Он подчеркнул, что россияне в Крыму являются оккупационным обществом. Там военная часть оккупации и общественная часть оккупации, которая просто забрала у украинцев здания и дома. Важно понимать, что Крым это де юритер Украины в полном объеме. По словам советника главы Офиса Президента, некоторое время наши партнеры считали, что эта территория де-факто полностью контролируется Россией. Поэтому нужно осторожно относиться к тому, чтобы там происходили какие-либо боевые действия. Да, речь идет о юридической корректности Украины во время освобождения полуострова. Это осознание, подчеркнул Подоляк, очень важно, ведь оно будет менять нарративы, которые есть в политической элите наших партнеров.